Дмитрий Николаевич Кордовский, русский и советский график и педагог, профессор, академик и ах, заслуженный деятель искусств РСФСР. Биография происходила с дворян, родился 24 августа 1866 года в деревне Осурово, что ныне в Переславском районе Ярославской области. Среднее образование получил во Владимирской гимназии, после чего поступил на юридический факультет Московского университета. Одновременно посещая классы изящных искусств архитектора А. Гунста, в 1892-1896 годах обучался в Академии художеств под руководством П.П. Чистякова и Ерепина, посещал также студию А. Гауша, в 1896-1900 годах жил и учился за рубежом в известной школе А.Б. в Мюнхене, в то время одном из лучших центров преподавания живописи. В 1901 году снова обучался в Академии художеств у Репина, в 1902 году достоин звания художника. С 1903 года на преподавательской работе в Академии художеств, помощник в мастерской Репина. Один из учредителей нового общества художников, просуществовавшего до 1917 года. С 1907 года профессор Академии художеств, имел собственную мастерскую. С 1911 года действительный член Академии художеств. В 1919 году жил в Переславле-Залесском в своей усадьбе, член Переславль-Залески научно-просветительного общества. В 1920 году переехал в Москву, где преподавал во Вхутимасе, Вхутине. Параллельно с этим, с 1922 года работал в студии Эксаверия Павловича Чемка. С 1929 года заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1933-1934 годах преподавал во Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. В 1929 году в Москве прошла выставка картин московских и ленинградских художников, посвященная 25-летию художественной и педагогической деятельности проф. Д.Н. Кордовского. В 1941-1943 годах жил в своем доме в Переславле-Залесском. Умер 9 февраля 1943 года. Похоронен на территории Переславского Горицкого монастыря. Жена Ольга Делова-Скардовская. Дочь Екатерина. Жена академика медицины П.Н. Веселкина. Ученики. Творчество. Иллюстрации. Книжная графика. Рисовальщик с реалистичной манерой, максимально полно реализовывавший идею автора литературного произведения, что позволило ему стать крупным мастером книжной иллюстрации. Каштанка А.П. Чехова. Жемчуга. Н.С. Гумилева. Гория Тума А.С. Грибоедова. Русские женщины. Н.А. Некрасова. Ревизор. Н.В. Гоголя. П. П. 1. А.Н. Толстого. Картины по русской истории. Театральной работы и декорации для спектаклей в Переславле и Залесском. Л.С. 1921 А. А.Н. Островского. В Малом театре. Москва. Бедность не порог. 1924 А. Островского. Малый театр. Галерея. Прекрасно писал эпоху Петра I. Множество работ посвящено пушкинскому времени. Декабристам оставил виды переславской рыбной слободы. На Сенатской площади. Ленинская тема. 7 июля 1926. Получивший лошадь и тележку из Переславского районного исполкома М. И. Смирнов вместе с Кардовским и фотографом отправились в горки, чтобы сделать эскизы усадебного дома. Пробывший там почти весь день, Кардовский сделал несколько зарисовок, по которым и работал картину В. Ленин в горках Переславского уезда. В Переславском музее картина находится до настоящего времени. Библиография. Каталог выставки картин московских и ленинградских художников. Организованный к 25-летию художественной и педагогической деятельности проф. Д. Н. Кардовского М. 1929. Кардовский об искусстве. Воспоминания. Статья и письма. Составитель Е. Д. Кардовская М. 1960. Подобедово. Дмитрий Николаевич. Кардовский. М. 1957. Кардовский. 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 Продолжение следует...